МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги дня охраны труда. Праздничный вечер, посвященный 35-летию пуска первого энергоблока Смоленск-АЭС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе концерна «Росэнергоатом». По выработке фактической мощности на сегодня на 6 утра 24 010. Мегаватт, что составляет 101,8%. О техническом состоянии Смоленск-АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первый и третий энергоблок, первый блок второй машины работает. Суммарная нагрузка – 1595 мегаватт. Выработка электроэнергии за 18 дней декабря составила 691 миллион киловатт-час электроэнергии. С начала года выработано более 22 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск-АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. При финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленск-АЭС» в Десногорске отремонтированы два детских сада. В двух детских садах Десногорска, «Лесная сказка» и «Мишутка» завершен капитальный ремонт фасадов. От имени всего коллектива, от имени наших ребятишек выражаю благодарность концерну «Росэнергоатом» Андрею Иначе вам. Огромное спасибо. Смоленск-АЭС, вы огромный слад вносите в развитие нашего города, поддерживаете наше образование. И всегда создаете таким вниманием позитивный имидж и облик всех наших образовательных организаций. По словам генерального директора концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова и концерн «Смоленск-АЭС» как градообразующее предприятие в полной мере несут социальную ответственность за Десногорск. Поэтому все существующие в городе проблемы не остаются без внимания, в том числе и состояние детских дошкольных учреждений. Ни концерн «Смоленск-АЭС» как не отделяет коллектив станции от города, и поэтому, конечно, для нас очень важно, что сегодня происходит в городе. И понятно, что те проблемы, которые возникли с ремонтом наших детских садов, понятно, что они у нас все волновали. И понятно, что мы к этому шли достаточно, не хочу сказать долго, но прошли свой путь, мы подготовили целые проекты, были видны финансовые ресурсы и полностью с обрядами организаций наша мечта воплотилась. Если есть задача, если его правильно поставили, правильно его выполнить, собрать все силы, все средства для того, чтобы эта задача была решена. Вот результат. Юные десногорцы и их родители уже оценили яркий красочный фасад детских садов и качество выполненного ремонта. На Смоленской АЭС подвели итоги проведенного в декабре Дня охраны труда по теме нарядно-допускная система производства работ, безопасная организация работ в электроустановках, состояние маркировки, сигнальной разметки травмоопасных зон. Были проведены обходы под руководством директора станции в отделе по ремонту зданий, под руководством главного инженера был проведен обход по подразделению турбинный цех, и под председательством первого заместителя главного инженера по эксплуатации был проведен обход ВОЭТПЭ. Все замечания выявлены, переданы в подразделения для устранения. Подвели итог проведенного в течение года конкурса на лучшие подразделения в области охраны труда среди подразделений Смоленской АЭС, и, как обычно, руководители подразделений, коллективы данных подразделений были отмечены почетной грамотой и вымпелом. По итогам смотра конкурса на лучшее подразделение по условиям и охраны труда, лидерами, занявшими первые места в разных группах соревнующихся, стали отдел кадров, планово-технический отдел, отдел технологического управления, отдел радиационной безопасности, турбинный цех. Второе место у подразделения казначейства АМИПР, ОДМАТК, цех дезактивации, ЦОРА. Третьи места в своих группах заняли планово-экономический отдел, управление закупок, отдел метрологии, транспортный цех, химический цех. В ЦИСОНИ-3 насостоялся праздничный вечер, посвященный 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. С праздником вас! Для поздравления и приветствия я приглашаю на сцену заместителя директора Смоленской АЭС Анатолия Александровича Цервецкого. Для всех, кто живет в нашем городе, наша Смоленская АЭС всегда являлась, является и будет лучшей атомной станцией России. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, Днем энергетики, с наступающим нашим общим Днем рождения, здоровья, удачи, мира и добра вашей семьи. С праздником! Традиционно на торжественном вечере активисты профсоюзной жизни САЭС были награждены почетными грамотами Центрального комитета. Поздравить всех нас с этим праздником! Десноорску жить! Десноорск будет! САЭС-2 будет! Как продолжатель слабость традиции! Праздником вас всем, дорогие энергетики! С 33-ти лети в пусках Валенских атомных краснавицей! На торжественном вечере состоялось награждение победителей конкурса «Народное признание», который проводился в рамках творческого проекта «Моя семья, моя САЭС». В номинации «Навсегда с профсоюзом» победил Владимир Муравьев. Гран-при этой номинации получил Дмитрий Екиненко. В номинации «Моя мечта, моя САЭС» гран-при у Головачева Александра. Победителем стал Мимин Леонид. Бойкова Светлана победителем номинации «Легенда САЭС». Гран-при этой номинации у Полищук Сергея. Номинацией «Верность профессии» победителем стал Даньшин Алексей. Гран-при у Филева Владислава. Своими концертными номерами детские и взрослые творческие коллективы профсоюзной организации «Смоленск-АЭС» создали праздничное настроение у всех гостей торжественного вечера. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск-АЭС». С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе «Смоленск-АЭС» в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, а также в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!